Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я начала готовить свой лук-севок к посадке. И уже показала вам первый этап подготовки это сортировка. Сейчас я буду делать прогревание, второй этап. Но так как я вовремя не начала все это делать, нормальные люди, как я уже говорила, начинают прогревание за месяц, за три недели. То есть прогревают при комнатной температуре, там 25 градусов, две недели. Потом держат у отопительных приборов. Но я ничего этого не сделала, и у меня времени очень мало. Мы будем делать экспресс-прогревание, и я вам сейчас покажу. Вот это шоковое такое прогревание тоже помогает избавиться от стрелки. А, да, я забыла. Для чего делают это прогревание, считают специалисты его обязательным. Но считается, что вот такое прогревание лука перед посевом уменьшает количество стрелок, уменьше идет стрелку. И вот про такое экспресс-прогревание пишут, что отодвигает время стрелкования на более поздний период. То есть стрелка может быть и будет, ну какое-то количество, но будет она уже тогда, когда головка сформируется, и можно будет ее употреблять. Кто видел предыдущую серию, видеоролик, сортировку, видели, как я сортировала. Вот у меня получилось два сорта в разных мешках. Хорошие и здоровые я отобрала, а вот пророщенные у меня остались. Я их посажу отдельно, я их не буду не прогревать, ничего. На головку я их не буду, просто будет зелень. Они тоже неплохие. Кстати, вот с двух, больше чем 2 килограмма у меня было, 2 всего гнилых попалось с луковицы, и вот столько вот пророслых. Рослые я тоже посажу, но прогревать буду только хорошие и здоровые. Прогревание есть двух видов. Или мы опускаем вот этот лук-сивок в воду с повышенной температурой, очень высокой, 70 градусов, но держим там 2-3 минуты. Потом сразу перемещаем в ледяную воду и держим там тоже 2 минуты. И второй способ. Это лук. Мы опускаем в воду с температурой 50 градусов, держим там его 15 минут, и потом перемещаем в воду холодную, ну насколько можно, и держим там тоже 15 минут. Я вот не стала шоковой терапией заниматься, 70-ти градусной водой. Сделала воду 50 градусов. 50 градусов вы можете определить без градусника. Вот у нас температура 36-37 градусов. Если мы опускаем руку в воду, и она кажется нам чуть тёплой, но она значит 40 с небольшим. Если мы опускаем, и она кажется нам горячей, но приятно горячей, не обжигающей, это 50 градусов. Ну а 70 градусов, это когда мы вот так, и нам хочется убрать руку. Лук, конечно, будет всплывать, для этого можно применить груз. Я всегда в качестве грузов использую тоже банки с водой. Ничего такого, как... Ну не придумывать не надо. Наливаю воду с такой же температурой, всё сверху я сейчас положу. Если одной будет банки мало, я положу ещё одну банку. Я не буду, конечно, мы не будем 15 минут ждать. Вам главное узнать принцип действия вот этого прогревания. Вот это у нас экспресс-прогревание. Для тех, кто не успел достать лук, например, из подвалов откуда-то, или купил только вчера, а завтра уже садить, вот это экспресс-прогревание сделаем. И тогда после этого мы будем делать замачивание в соляном растворе, или замачивание в растворе дёгтя, или протравливание марганцовкой, марганцовкой, обработка фитоспорином. Все-все дальнейшие действия мы будем делать только после прогревания. Но третий этап я вот завтра буду в дёгте и в соли замачивать. Вы увидите только завтра, потому что даже если я сегодня что-то сделала бы, видео я не успею загрузить, у нас уже поздно, 10 часов вечера. Третий этап увидите завтра. Всё это будет быстро. Завтра мы в соли, в дёгте, в марганцовке всё это замочим. А, ещё забыла сказать. Вот один сорт я специально сделала вот такой экспресс нагревания. А второй, видите, мешочек, я его не трогаю, потому что он у меня неделю лежал, я уже говорила, при комнатной температуре, просыхал. И ещё в день посева, у нас обещают тёплую температуру, я сделаю прогревание на солнце. И мы потом посмотрим, всё-таки работает вот такое вот прогревание горячей водой. где будет больше стрелок, там или здесь. Я никогда не сравнивала, потому что я когда обрабатывала, когда не обрабатывала, иногда просто сырой садила, никогда не подсчитывала количество стрелок. Но вот в прошлом году я свои семена садила, посадила две грядки, выкопала три мешка, мы даже весь не съели. Но дело в том, что я садила под зиму. Обычно сажу под зиму. Раз я сегодня, нынче сажу весной, буду обрабатывать всё как положено. И прогревать будем, и всё. Всё, вот 15 минут я подержу этот лук в горячем растворе, потом перемещу в холодную. Я налила вот ледяную, насколько можно, у нас из водопровода очень, ну такая холодненькая вода. 15 минут в холодной воде вытащу этот лук, мешочек с луком. И на сегодня все экзекуции над луком закончатся. Уже завтра будет дёкать, соль, марганцовка. Всё, до завтра. Завтра вы всё увидите. Дальше кино про обработку лука. С вами была Ольга Чернова. Это второй этап подготовки лука севкак посевом. То есть прогревание, а именно экспресс прогревание в горячей воде, 50 градусной, 15 минут. Ой, выскочили, надо ловить. До свидания.